Музыка Уважаемые коллеги, приглашенные, начинаем нашу работу в соответствии с регламентом собрания депутатов округа. Слово предоставляется председателю мандатной комиссии Чурсанову Александру Павловичу. Пожалуйста. Спасибо, Александр Ильич. Уважаемые коллеги, на 29-й сессии собраний депутатов Ниньского автономного округа 28-го созыва присутствует 16 депутатов из 19-ти. По уважительным причинам отсутствуют депутаты Булатова Анна Анатольевна, Карпова Ольга Владимировна и Лысакова Наталья Петровна. От депутата Высаковой Натальи Петровны поступило письменное заявление с предложением об учете голоса при голосовании по отдельным вопросам повестки сессии, предусмотренной статьей 74.1 регламента собрания депутатов. Доклад окончен. Спасибо, Александр Павлович. Уважаемые коллеги, в работе сессии принимают участие полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Владимирович Гуцан. Временно исполняющий, спасибо, обязанности губернатора Ниньско-автономного округа Юрий Васильевич Бездудный, спасибо, член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, представитель Собрания Депутатов округа Римма Федоровна Галушина, член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, представитель Администрации округа Ольга Валентиновна Старостина, депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Сергей Николаевич Коткин, Председатель суда Ненецкого автономного округа Евгений Александрович Мартынов Прокурор Ненецкого автономного округа Сергей Юрьевич Лапин Начальник УМВД России по Ненецкому автономному округу Олег Николаевич Яковлев А также председатель избирательной комиссии Ненецкого автономного округа Георгий Александрович Попов Кроме того, представители окружных органов власти и заместители губернатора округа работают в режиме ВКС Уважаемые коллеги, кворум для проведения сессии имеется, сессия правомочного начальства работы. Прошу всех встать. 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 Прошу садиться. Уважаемые депутаты, для рассмотрения представлен проект повестки дня, состоящий из двух вопросов. Предлагается проект повестки дня принять за основу. Кто за данное предложение? Прошу всех встать. 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 Пожалуйста. Прошу всех встать. 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 На профессиональной основе председатель постоянной комиссии собрания депутатов Ненецкого автономного округа по вопросам образования, культуры и спорта. Прошу рассмотреть обращение президента Российской Федерации. Спасибо, Александр Владимирович. Уважаемые коллеги, в порядке садоклада сообщаю. В статье 34 устава Ненецкого автономного округа установлено, что губернатор Ненецкого автономного округа избирается депутатами окружного собрания депутатов по представлению президента Российской Федерации. В соответствии с положениями статьи 18 Федерального закона об общих принципах организации законодательных, представительных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, голосование по избранию губернатора Ненецкого автономного округа подлежит проведению сегодня, 13 сентября, в единый день голосования. Предлагаемые кандидаты для избрания на должность губернатора Ненецкого автономного округа присутствуют в зале заседания. Необходимо отметить, что указанными кандидатами исполнены требования федерального законодательства, ими представлены кандидатуры и сведения для них для наделения полномочиями члена Совета Федерации, представителя от исполнительного органа государственной власти округа. Учитывая, что все необходимые документы внесены в установленные сроки, все обязательные требования федерального и окружного законодательства соблюдены, голосование по избранию губернатора Ненецкого автономного округа может быть проведено. Вопрос рассмотрен на заседании комитета собраний депутатов округа. Слово предоставляется председателю комитета Максиму Николаевичу Арбузову. Комитетам принято решение вынести вопрос на рассмотрение СССР. Спасибо. Какие будут обсуждения, мнения, предложения у присутствующих? Уважаемые коллеги, есть предложение дать возможность выступить руководителям фракции, которые представлены в собрании депутатов округа. Нет, не будет возражений, в первую очередь. Пожалуйста, слово предоставляется Николаю Леонидовичу Миловскому. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, присутствующие, все мы понимаем, что в настоящий момент у нас очень непростой. У нас присутствуют проблемы и по сохранению рабочих мест, и по соблюдению темпов стройки, которые не выдерживаются, и есть многие риски. Не в порядке у нас и коммунальные сети в городе. Все это говорит об одном. Сейчас не время разбрасывать камни, сейчас время их собирать. Необходимо проявить четкую выдержанную позицию, основанную не на каких-то амбициях, а основанную на конструктивном, четком, понятном для всех подходе, ориентированном на развитие округа. В связи с этим наша фракция будет поддерживать Юрия Васильевича Бездудного. Спасибо. Спасибо, Николай Леонидович. Решите предоставить слово Максиму Николаевичу Арбузу, фракции «Единая Россия». Пожалуйста. Спасибо, Александр Ильич. Уважаемые коллеги, уже полтора года Юрий Васильевич Бездудный работает в округе. Подхватил эстафету руководства весной, в самый разгар пандемии, в самый разгар нефтяного кризиса, в сложное время для округа и жителей. Благодаря его профессиональным действиям удалось избежать сильной вспышки инфекции в округе. Окружные предприятия продолжили работать, выплаты были выполнены в полном объеме. Юрий Васильевич работает в высоком темпе, систематически встречается с жителями округа, муниципалитетов Заполярного района, поселка Искателей, города. Под девизом «Решаем вместе» общается с жителями на улицах, напрямую выясняя проблемы и решая их, исключив административный фильтр. За время руководства регионом эффективно использовал свои контакты с федеральными министрами. Это дало практический результат. Округ получил серию финансовых транш, и это позволило не остановить строительство важных для округа объектов. Юрий Васильевич продолжает работу с недропользователями региона. Это ПАО «Лукойл», «Роснефть», «Росветпетр», «Газпром». Они продолжают работать над месторождениями, не уменьшают инвестиции, сохраняют уровень добычи, соответственно, и уровень налоговых отчислений в наш бюджет. Он проявляет себя как руководитель, обладающий выдержкой волей и силами для решения проблем округа. Он проявляет себя как человек верный целям, указанным президентом Российской Федерации, а это улучшение благосостояния граждан и служение Родине. Поэтому фракция партии «Единая Россия» в собрании депутатов Ненецкого автономного округа поддерживает кандидатуру Юрия Васильевича Бездудного для избрания на пост губернатора Ненецкого автономного округа. Юрий Васильевич, Вы знаете, наша фракция за конструктивный диалог. Каждый член фракции в первую очередь профессионал. И люди, работающие на округ не на политической арене, а в поле, как говорится, люди практики. И они обращают внимание на выстраивание конструктивного диалога и системной и склаженной работы всех систем власти. Мы не прекратим это делать. Подчеркну, особое внимание стоит обратить на более тесную работу администрации и собрания депутатов. Это позволит эффективно решать и хозяйственные вопросы, и финансовые, и экономические. Мы подчеркиваем необходимость активизации работы по договору между Ненецким автономным округом и Архангельской областью о распределении полномочий. Также на повестке дня и резолюция дней НАУ в Совете Федерации. Например, статья 10, где говорится о дополнительных межбюджетных траншах Ненецкому округу для решения проблем износа инфраструктуры, строительства социальных объектов. Юрий Васильевич, Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку по всем инициативам, которые направлены на улучшение благосостояния жителей округа. Чем внимательнее мы будем слушать друг друга, тем качественнее будут наши решения. Спасибо. Спасибо, Максим Николаевич. Слово предоставляется Федоровой Татьяне Васильевне фракции КПРФ. Пожалуйста, Татьяна Васильевна. Спасибо, Александр Ильич. Уважаемые коллеги, перед нами, безусловно, стоит крайне ответственная задача. Мы выбираем губернатора на последующие пять лет, и от нашего решения зависит судьба жителей округа, судьба в целом округа. Фракция КПРФ решила не поддерживать ни одной из представленных кандидатов, потому что мы считаем, что губернатор должен быть избран всенародным голосованием, и губернатор, в первую очередь, должен нести ответственность перед населением. Он должен чувствовать всю полноту своей ответственности. Это первое. В то же время, зная лично Александра Васильевича, я решила его сегодня поддержать, его кандидатуру, по следующим основаниям. Как офицер, отслуживший в органах госбезопасности, он однажды дал клятву верой и правдой служить Отечеству, защищать интересы государства и его народа. Это меня симпатизирует. Далее. Единственный кандидат, который встретился с фракцией КПРФ, нам изложил он свои взгляды, свое видение на развитие округа. Мы получили достаточно много ответов на волнующие нас вопросы. И это выражает уверенность в том, что он может консолидировать все слои общества, политические партии, на решение тех проблем, которые стоят перед округом. Они достаточно хорошо известны каждому из нас. Я их повторять не буду. И пожелания. В качестве пожелания, Юрий Васильевич, очень хочется, чтобы вы пересмотрели крайне неэффективность системы управления, которая сегодня имеется в округе. При подборе кадров все-таки ориентироваться на высококвалифицированных специалистов, которые имеются в округе, делать упор на них. И, наверное, если мы будем работать во взаимодействии всеми здоровыми силами общества, те задачи, которые стоят перед нами, перед депутатским корпусом, перед администрацией, мы их можем реализовать. Спасибо. Спасибо, Татьяна Васильевна. Слово предоставляется Ружникову Андрею Григорьевичу, фракция «Родина». Пожалуйста. Спасибо. Уважаемые коллеги, фракция «Родина» приняла решение поддержать Юрия Васильевича. С Юрием Васильевичем мы работаем давно. Несмотря на то, что мы в разных партиях, Юрий Васильевич на прямой связи со мной. Непосредственно, если перед нашими избирательными и жителями округа есть проблема, мы ее способны решать напрямую по телефону. Мои просьбы звучали неоднократно, тут же были решены по жителям округа. Юрий Васильевич, выражаю надежду. Вы знаете, что наша партия в основном состоит из ветеранов боевых действий, тех людей, которые прошли, скажем так, нелегкое время. И сегодня мы с гордостью заявляем на всю Россию, что таких льгот, как в Ненецком автономном округе, я хочу подчеркнуть, в самостоятельном субъекте нет нигде. Юрий Васильевич, мы очень надеемся, что социальные льготы вообще в целом для жителей округа сохранятся при вашем самоправлении и приумножаться будут. Ну и еще раз хочу повторить, фракция Родина в моем лице будет вас сегодня поддерживать. Спасибо. Спасибо, Андрей Григорьевич. Уважаемые коллеги, руководители фракции выступили. Есть ли еще желающие выступить, уважаемые коллеги? Нет. Тогда решите перейти к следующему вопросу. Я хочу напомнить порядок голосования по данному вопросу. Порядок голосования по избранию губернатора округа установлен окружным законом номер 400 ОЗ. Согласно нормам этого закона, избрание губернатора округа осуществляется открытым голосованием путем подачи голоса за, не более чем за одного из представленных кандидатов. Избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленного числа депутатов 10 и более. Уточняю, каждый депутат голосует только за и только за одного кандидата. Голосование против и воздержался не проводится. Уважаемые депутаты, большая просьба до окончания подсчета голосов не опускать руки. Спасибо. Предлагаю приступить к голосованию. Уважаемые коллеги, выношу на голосование кандидатуры в алфавитном порядке, как их представил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Итак, предлагается избрать бездудного Юрия Васильевича губернатором Ненецкого автономного округа сроком на 5 лет. Кто за? Прошу голосовать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Спасибо. Прошу пустить руки. В соответствии с поступившим заявлением депутата Лысаковой Натальи Петровны, прошу учесть ее голос за данную кандидатуру. Итого, таким образом, за проголосовало 14 депутатов. Предлагается избрать Пинаева Игоря Николаевича губернатора Ненецкого автономного округа сроком на 5 лет. Кто за? Прошу голосовать. Уважаемые коллеги, голоса за отсутствуют. Предлагается избрать Смиченкова Андрея Владимировича губернатора Ненецкого автономного округа сроком на 5 лет. Кто за? Прошу голосовать. Два человека. Спасибо. Прошу пустить руки. Уважаемые коллеги, по итогам открытого голосования, большинством голосов от установленного числа депутатов, 14 голосов губернатора Ненецкого автономного округа сроком на 5 лет избран бездудный Юрий Васильевич. По результатам голосования оформляется постановление собрания депутатов округа. Уважаемые коллеги, слово предоставляется полномочному представителю президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александру Владимировичу Гуцану. Уважаемый Юрий Васильевич, сегодня знаменательный и знаковый день. Не только для вас, а в целом для Ненецкого автономного округа, одного из субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Западного федерального округа. В этот день я хочу поздравить от всей души вас с избранием на должность губернатора Ненецкого автономного округа. Также хочу выразить свою благодарность депутатам окружного совета за консолидированную и взвешенную позицию при голосовании. Не буду скрывать, я убежден, что только слаженная консолидированная работа собрания депутатов, администрации Ненецкого автономного округа позволит обеспечить поступательное развитие округа и, безусловно, скажется на повышении качества жизни населения. Но самое главное, я об этом говорил, мы встречались и 3-го числа, самое главное, Юрий Васильевич, в вашей работе, это то, чтобы вы умели слушать и слышать жителей округа. Это залог того, что все поставленные задачи, которые будут стоять перед вами, как губернатора Ненецкого автономного округа, будут решены. И, безусловно, мне хотелось бы, чтобы работа администрации, повторюсь, администрации округа вела с тесным взаимодействием с депутатским корпусом. Спасибо. Спасибо. Тим, Александр Владимирович. Игорь Васильевич, также от имени собрания депутатов Ненецкого автономного округа разрешите сердечно поздравить вас с избранием на должность губернатора Ненецкого автономного округа, пожелать вам успешной работы на благо процветания нашего региона, наших жителей. Слова пожеланий здесь уже прозвучали от депутатов. Еще раз хочу повторить, что депутаты готовы вас поддерживать в вашей многотрудной работе. И мы желаем нам совместной конструктивной работы по всем проблемам, которые будут помогать двигаться поступательно нашему северному, нашей северной земле, Ненецкому автономному округу, ее дальнейшем пути на благо ее, конечно же, жителей. Удачи вам, еще раз поздравляем. Ответное слово предоставляется избранному губернатору бездудному Юрию Васильевичу. Пожалуйста, Юрий Васильевич. Уважаемый Александр Владимирович, уважаемый Александр Ильич, уважаемые коллеги депутаты. Вы знаете, я в последнее время о себе не слышал так много добрых слов, признаюсь. И воспринимаю эти добрые слова прежде всего как огромный кредит доверия от вас. Прекрасно понимаю, что впереди у нас очень много задач. И вне зависимости от того, какой партии я был выдвинут, а выдвинут я был партией Единая Россия, я буду работать со всеми депутатами, которые сидят сегодня за этим столом. А это значит, что со всеми жителями округа, вне зависимости от того, какие политические пристрастия у этих жителей. Дорогие друзья, я действительно очень тронут тем доверием, которое вы мне оказали. Где-то даже не рассчитывал на то, что в свою пользу получу 14 голосов. Это значит, что мне нужно работать еще лучше, чем работал ранее. С первых дней, как только появился в округе, для себя определил совершенно четко, что работать нужно во взаимодействии с депутатами, с депутатами и жителями. И с каждым из вас, кто сегодня присутствует на сессии, мы вместе работаем взаимодействием. Уверен, что такой уровень взаимодействия, который уже достигнут, мы сохраним и будем работать вместе на благо нашего округа. Спасибо вам за доверие. Я постараюсь его оправдать. Благодарю вас. Спасибо, Игорь Васильевич. Уважаемые депутаты, мы этот вопрос оговорили. Мы продолжаем работу, а с вашего разрешения Александру Владимировичу Гуцану и Юрию Васильевичу Бездудному необходимо покинуть зал в связи со служебной необходимостью. Спасибо. Уважаемые коллеги, приступаем к рассмотрению второго опроса повестки дня. О проекте закона округа номер 199, об установлении величины проживочного минимума пенсионеров в Ненецком автономном округе в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год. Для рассмотрения представлен законопроект, доработанный с учетом решения комитета от 10 сентября 2020 года. Слово для доклада предоставляется Татьяне Павловне Лагвиненко, заместителю губернатора округа, руководителю департамента финансов и экономики округа. Пожалуйста, Татьяна Павловна. Уважаемый Александр Живич, уважаемые депутаты, вашему вниманию предлагается проект закона Ненецкого автономного округа об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Ненецком автономном округе в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год, предусмотренный федеральным законом от 17 июля 1999 года номер 178 ФЗ государственной социальной помощи на 2021 год. Величина прожиточного минимума пенсионера в Ненецком автономном округе в целях установления социальной доплаты к пенсии устанавливается на 2021 год в соответствии с новыми правилами определения величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации в целях установления социальной доплаты к пенсии, утвержденной постановлением правительства Российской Федерации номер 975 от 30 июля 2019 года. Новая методика определения предусматривает ежегодную индексацию прожиточного минимума пенсионера на коэффициент, равный отношению прогнозного федерального прожиточного минимума на будущий год и фактического федерального за первые полугодия текущего года. То есть значения прожиточного минимума для пенсионера в регионах должны расти с таким же темпом, как растет федеральный прожиточный минимум. По результатам расчета величина прожиточного минимума пенсионера на 2021 год составила 18 368 рублей, что выше текущего установленного уровня на 2,3% и фактического значения за 2019 год этот показатель выше на 12,4%. Напомню, что законом Нинецкого округа от 13 сентября 2019 года номер 117 УЗ величина прожиточного минимума пенсионера в Нинецком автономном округе в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2020 текущий год установлена в размере 17 956 рублей. Прошу принять указанный законопроект в первом и втором окончательном чтении. Спасибо, Татьяна Павловна. Имеются ли вопросы к докладчику? Нет вопросов. Вопрос рассмотрен на седание комитета соборания депутатов округа. Слово предоставляется представителям комитета Максим Николаевичу Арбузу. Пожалуйста. Комитетам принято решение предложить разработчику до сессии доработать проект законного округа с учетом поступившей поправки губернатора округа, вынести вопрос на рассмотрение сессии с рекомендацией принять доработанный проект законного округа в первом и втором окончательном чтении. Доработанный законопроект представлен. Спасибо, Максим Николаевич. Пожалуйста. Другие предложения будут? Нет. Поступило предложение принять проект законного округа в первом чтении. Кто сдан на предложение? Прошу голосовать. Кто за? Прошу пустить руки. Против. Воздержался? Один. В соответствии с поступившим заявлением депутата Лысакова Натальи Петровны прошу учесть ее голос за. Поступило предложение принять закон округа об установлении величины проживочного минимума пенсионера в Ненецком автономном округе в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год. Кто за данное предложение? Прошу голосовать. Кто за? Прошу пустить руки. Против. Воздержался? Один. В соответствии с поступившим заявлением депутата Лысаковой Натальи Петровны прошу учесть ее голос за. Уважаемые депутаты, по результатам голосования оформляется постановление собрания депутатов Ненецкого автономного округа. Уважаемые депутаты, повестка дня исчерпана. Согласно регламенту собрания депутатов в конце работы сессии отводится время для выступлений депутатов с краткими до трех минут с обращениями и сообщениями. Приняя по ним не открываются, решения не принимаются. Есть ли желающие выступить? Нет. Уважаемые коллеги, я хочу поблагодарить аппарат собрания депутатов за подготовку сессии, а также всех присутствующих за участие в ее работе. Сессия завершила свою работу, заседание объявляю закрытым. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok